На развитие АПК. В следующем году Минфин направит на поддержку российского сельского хозяйства 75 миллиардов рублей из антикризисного фонда. В конце октября в Нинецком округе стартует убойная кампания. Первыми ее начнут Красный Октябрь и СПК Харп. Здравствуйте в студии с главными событиями дня Илья Сахаров. В следующем году Минфин направит на поддержку российского сельского хозяйства 75 миллиардов рублей из антикризисного фонда. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. На поддержку АПТ пойдет ровно половина всего резервного фонда, который в 2016 году составит 150 миллиардов рублей. В общей сложности на сельское хозяйство будет выделено примерно 237 миллиардов рублей. Необходимость увеличения финансирования российских фермеров возникла после введения эмбарго на импорт части продуктов в августе 2014 года. Господдержку отрасли снижать нельзя, говорят в Минсельхозе. Наоборот, программу даже нужно расширять в течение пяти лет на 25-30 миллиардов рублей в год. В пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2016 год говорится, что на госпрограмму развития сельского хозяйства будет направлено 162,5 миллиарда рублей. Из них около 48 миллиардов придется на растениеводство, 28 на животноводство, около 15,5 миллиарда рублей на молочное и 6,8 миллиарда рублей на мясное скотоводство. Если к этому прибавить обещанные 75 миллиардов рублей, получится как раз 237,5 миллиардов рублей. Минсельхоз должен определить приоритетные отрасли. Эксперты отмечают при этом, хорошо бы не выделять дотации тем отраслям, которые уже обеспечивают себя сами или приближаются к этому. А если какие-то отрасли не воспользуются полученными средствами до конца года, у Минсельхоза должны быть полномочия перебросить их на другие приоритетные направления, такие как мясное скотоводство. Федеральные деньги на развитие агропромышленного комплекса получит и Ненецкий округ, в частности, на поддержку северного оленеводства. В 2016 году из федерального бюджета будет выделено 83 миллиона рублей. Эти средства в том числе направят на программы по предоставлению субсидий на возмещение части затрат. А сами механизмы субсидирования в следующем году претерпят изменения. Об этом сообщил начальник управления агропромышленного комплекса торговли и продовольствия округа Сергей Киселев на отраслевом совещании аграриев. Изменения частично коснутся условий предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства. В частности, с 2016 года будут введены новые фиксированные ставки. Так, в реализации мяса оленина и субпродуктов первой категории для последующей промышленной переработки ставка субсидий за 1 килограмм продукции составит 150 рублей. В реализации мяса и субпродуктов прочим потребителям региона 40 рублей. Субсидия для мяса оленины реализована владельцами частных оленей для промышленной переработки составит 75 рублей. Будет рассчитана, исходя из объемов реализации мяса оленины с заявленными хозяйствами и предполагаемой ставкой субсидирования без учета транспортных расходов. Что касается последней статьи, то в следующем году она будет рассматриваться как отдельный вид субсидирования, при этом изменится расчет размера возмещения. Ранее размер субсидирования составлял 80% от фактически произведенных затрат и 20% составляли затраты хозяйства. В принципе, в этом году, на следующий год мы приходим к такому же паритету, но предполагается доля предприятия на вывоз одного килограмма продукции установить в размере для авиатранспорта 20 рублей, а для наземного транспорта 7 рублей. В целом, на поддержку оленеводства в следующем году предусмотрено более 300 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В конце октября оленеводов в округе ждет большая работа. В Неницком округе стартует убойная кампания. Первыми ее начнут «Красный октябрь» и СПК «Харп». Подготовка хозяйств идет в плановом режиме, сообщили представители департамента. В кампании этого года планируется задействовать не менее двух новых убойных пунктов. В СПК «Пусть Ильича» в Харивере. Его планируют запустить к началу убойной кампании. Также специалистами мясопродуктов в начале ноября будет протестирован убойный пункт в Несим. По данным оленеводческих хозяйств, убойный контингент этого года составит 34 650 голов, а также 5850 голов из частных хозяйств. В период убойной кампании будет заготовлено 1355 тонн оленины. Из них 950 тонн отправятся на промышленную переработку. 405 тонн – прочим потребителям. Для справки, в кампанию прошлого года фактически на убой было направлено всего 34 700 голов и получено 1081 тонна мяса. Недостаток в сырье в этом году ощутили на ридмарские мясопродукты. Заготовлено было всего 650 тонн оленины. Дефицит составил 111 тонн. Недостающее сырье восполняли говядиной и свининой. Покрыть дефицит сырья удалось только на 50%, отметила директор предприятия Тамара Критская. «Предприятию необходимо 1000 тонн оленина. Если предприятие будет располагать необходимым объемом мясного сырья, то потребность потребителей будет удовлетворена как в количестве, так и в ассортименте». Спрос на оленину во всех ее видах растет год от года, отметили участники отраслевого совещания. Поэтому первоочередная задача у отрасли – увеличивать поголовье. По информации руководителя Департамента природных ресурсов, экологии и АПК Олега Белака, сегодня в округе насчитывается более 180 тысяч северных оленей. Крупного рогатого скада в регионе намного меньше – всего 1500. Из них – 680 коров молочного стада. Эту сферу сельского хозяйства государство также активно поддерживает. С июля прошлого года в округе был введен новый механизм субсидирования предприятий, производящих молочную продукцию. Субсидия рассчитывается как на произведенную, так и на реализованную продукцию по фиксированным ценам. В конечном итоге данный механизм у нас позволил решить сразу три основных проблемы. Во-первых, население региона получило возможность вместо привозной продукции, мы знаем, как оно качество, то есть пастеризованное, в основном, если касается к его и молокации. Получить это местное, то есть классное ему продукт. Во-вторых, снижение цен позволило увеличить объем реализации молочной продукции. В-третьих, наши хозяйства получили возможность осуществлять свою деятельность без выплат. О преимуществах господдержки говорят и показатели. Валовое производство молока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 95 тонн. Отмечу, что на поддержку животноводческой отрасли в части субсидирования в 2015 году было направлено 317 миллионов рублей. Еще одно из приоритетных направлений, требующих развития, это рыболовство. Потенциал региона – более 800 тонн рыбы разных пород ежегодно. Сегодня этот объем полностью не реализован, а значит, властям округа, а главное, рыбакам, есть над чем работать, отметил Олег Белак. Потенциал в развитии и большие перспективы есть и у тепличного хозяйства. Сегодня выращиванием овощей в округе занимается тепличный комбинат. К концу 2015 года планируется, что на предприятии будут завершены работы по модернизации старой котельной, то есть по большому счету установка новой котельной, что позволит подключить к отоплению новой сезлиции. И у предприятия появится возможность в ближайшей перспективе расширить как ассортимент продукции, так и обеспечить город овощами и зеленью в круглые годы. Несмотря на положительную динамику и растущие объемы производства продукции всех отраслей АПК, хозяйства не могут полностью обеспечивать потребности региона. К такому выводу пришли участники отраслевого совещания. Чтобы изменить ситуацию, необходимо приложить максимум усилий для развития молочного скотоводства, оленеводства и тепличного комплекса. Глава региона, в свою очередь, добавил, что одной из главных составляющих успешного развития АПК является подготовка кадров. Поэтому уже со следующего учебного года образовательные учреждения региона должны начать подготовку профессиональных кадров для работы в сельском хозяйстве. Ирина Цептова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Структуру медицинских учреждений округа ждут изменения. С 1 января 2016 года амбулатории Тельвиски, Амдермы и Колгуева станут ФАПами. Реорганизация произойдет в рамках федерального закона. Ненецкий округ вошел в список регионов с наибольшим количеством людей, страдающих алкогольной зависимостью. Структуру медицинских учреждений округа ждут изменения. В частности, планируется несколько сельских амбулаторий перевести в статус фельдшерско-акушерских пунктов. И это не прихоть окружной системы здравоохранения. Этих изменений требует федеральный законодатель. Так, финансовое обеспечение, оказание первичной медико-санитарной помощи будет осуществляться за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого округа. В систему ОМС будут включены абсолютно все амбулатории региона, за исключением ФАПов, для которых в течение еще одного года будут выделяться целевые средства из бюджета региона. Любовь Пермякова выяснила, как на деле изменится жизнь амбулаторий, участвующих в пилотном проекте. С 1 января 2016 года амбулатории Тельвиски, Амдермы и Колгуева станут ФАПами. Реорганизация пройдет в рамках федерального закона. Обеспокоенность по этому поводу выразили депутаты Тельвисочного сельсовета. В сентябре они направили обращение в адрес окружных депутатов с просьбой рассмотреть возможность сохранения статуса амбулатории в муниципальном образовании. У нас в руках оказался проект штатного расписания, где они уже убрали и физию, и убрали полставки процедурной медсестры и полставки лаборанта. Но процедурную медсестру никак нельзя делать полставки. Там поток на процедуру идет большой, и физия медсестру тоже. Только что оборудование закуплено. Очень большая амбулатория по Тельвиске, и они убирают технический персонал. Санитарок как таковых у нас не будет, а будет на всю амбулаторию всего 2,5 ставки как уборщицы служебных помещений. Это, конечно, очень мало. Эти меры, комментируют в Управлении здравоохранения, труда и социальной защиты, позволят оставить приемлемый уровень финансирования данного учреждения. В противном случае из-за низкого уровня посещаемости денежное влияние сократится. По новой системе финансирования медучреждение будет осуществляться за счет средств фонда ОМС. По двум возможным направлениям – по количеству прикрепленного населения или по объему медпомощи. Поэтому телевисточный ФАП будет структурным подразделением Центральной районной поликлиники. Жители села опасаются, что с уменьшением числа врачей в амбулатории изменится и количество предоставляемых услуг. В случае что, помощи ждать придется долго. Эти ФАПы у нас будут входить структурными подразделениями в Центральную районную поликлинику. И помощь врачебную в этих учреждениях будет оказывать передвижной отряд Центральной районной поликлиники. Также изменения коснутся Оксинской участковой больницы. Ее планируется перевести в филиал Ненецкой окружной больницы. Все остальные участковые здравницы, по словам Нинель Семяшкиной, останутся самостоятельными юридическими лицами. Департамент здравоохранения будет анализировать ситуацию по количеству страховых случаев. И в 2017 году эти учреждения будут входить либо в филиальную сеть, либо останутся самостоятельными юридическими лицами. Любовь Пермякова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Ненецкий округ вошел в список регионов с наибольшим количеством людей, страдающих алкогольной зависимостью. Вместе с нами в этом списке идут Ямало-Ненецкий, Щекотский автономные округа, Республика Карелия, Саха-Якотия, Сахалинская, Магаданская и Брянская области. Но люди, столкнувшиеся с алкогольной и наркотической зависимостью, теперь не останутся одни со своей проблемой. Желающие изменить свою жизнь могут пройти реабилитацию за счет средств окружного сертификата. Такую возможность предоставляют в Департаменте здравоохранения и социальной защиты населения Ненецкого округа. Стоит отметить, что наш округ в числе первых разработал программу лечения людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Один из наших выпускников, по имени Антон, фамилию мы рассказать не будем, он крымчанин. Мы его вытащили из методомовой программы заместительной. У него употребление, ему сейчас 27 лет, он употребляется с 14. Он прекрасная, прекрасная семья, из хорошей семьи. Получил прекрасное образование, два высших образования, офицер, полностью разрушенная жизнь. Потерял семью, потерял неоднократную работу, потерял все. На счету сотрудника реабилитационного центра «Ручей» Юрия Стреколовского не одна история со счастливым концом. Антон, о котором он рассказал, уже год живет в состоянии трезвости. Центр «Ручей» – один из лучших реабилитационных центров в России с показателем 70% излечившихся. В центре созданы все необходимые условия для прохождения лечения. Окружные власти планируют тесно сотрудничать с реабилитационным центром. Ненецкий округ – один из 11 регионов России – разработал программу по поддержке лечения наркозависимых. Необходимые условия для получения данной услуги в округе созданы. Информация, которую нам предоставляют коллеги, говорит о том, что лица, которые имеют данное заболевание на территории округа, имеются. Но, к сожалению, на сегодняшний день ни один из них не воспользовался той услугой, которая у нас есть. Чтобы пройти реабилитацию, жители Ненецкого округа, страдающие наркотической или алкогольной зависимостью, а также употребляющие психотропные средства и лица, освободившиеся из мест лишения свободы, могут воспользоваться сертификатом. Чтобы получить его, необходимо встать на учет в поликлинику, получить справку у врача о наличии наркологического заболевания и показаний к проведению курса социальной реабилитации. А далее заполнить заявление о выдаче сертификата. Максимальное количество дней, которое можно получить на реабилитацию с помощью документа, составляет 180 дней. Реабилитацию можно проходить один раз в год. И если по каким-либо причинам у человека случился рецидив, повторить курс лечения можно, но уже в последующие годы. Кстати, кроме Псковской области, такие центры уже есть в Липецке, в Санкт-Петербурге и Ханты-Мансийском автономном округе. Татьяна Поздеева, Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сотрудниками отдела уголовного розыска ОМВД России по Ненецкому округу устанавливается личность мужчины, совершившего противоправный поступок. Полицейские разыскивают данного гражданина и просят сообщить в полицию любую имеющуюся информацию о данном человеке по телефону. Еще одна неизвестная страница Великой Отечественной войны практически заполнена благодаря поисковикам Ненецкого автономного округа. Участники поискового движения отправились на поиски пропавшего в 43-м году советского штурмовика СБ-2. Еще одна неизвестная страница истории Великой Отечественной войны практически заполнена благодаря участникам беспрецедентной по своему масштабу экспедиции. Поисковики в течение двух недель в районе озера Сульского, это недалеко от Коткина, занимались поисками обломков советского бомбардировщика СБ-2, который, согласно архивным данным, потерпел крушение 14 сентября 43-го года. И хотя сам самолет обнаружить не удалось, участники экспедиции нашли человека, который видел крылатую машину, а значит поиски продолжатся. Репортаж Олега Хатанзейского. Согласно архивным данным, в сентябре 43-го этот самолет направлялся из Архангельска в Наринмар. Экипаж на тот момент уже неоднократно принимал участие в боевых действиях. Но зачем летчики следовали в столицу тогда еще Ненецкого национального округа, сказать не могут даже историки. Впрочем, известно, что это было боевое задание. Самолет СБ в свое время был лучшим скоростным бомбардировщиком тех военно-воздушных сил Европы. Не долетев до аэродрома Наринмара чуть больше 200 километров, советский бомбардировщик потерпел крушение, выполняя вынужденную посадку. Он рухнул в районе Сульского озера, недалеко от села Коткино. Причиной трагедии, согласно архивным данным, стал отказ двигателя. Как заявил один из членов экипажа, который с чудом не был в данном полете, он сказал, что ребята проигнорировали безопасность в плане того, что они не слили остатки топлива после полета. То есть, скорее всего, что в топливе образовался лед, наледь какая-то образовалась и в результате произошел отказ двигателя. В кабине самолета тогда находились 4 человека. Это командир воздушного судна, штурман, авиамеханик и стрелок-радист. Погибли все до единого. Почти через месяц после крушения на поиски самолета из Наринмара была направлена экспедиция на оленях упряжках. И эта экспедиция, она описывает, что, ну, в своих отчетах, что, ну, описывает то, как погибли летчики. То есть, они не сгорели, вот, они были переломаны. Сам командир крестьянов был очень, ну, разорван там на куски, а остальные летчики, тела остались целостными, хотя были множественные переломы. Но летчики были уже мертвы. В 43-м тела летчиков участники экспедиции оставили там, возле самолета. С тех пор на месте крушения никто не появлялся. Данная экспедиция, пожалуй, первая в своем роде. Спустя больше полувека после того события эти люди намерены найти обломки советского бомбардировщика. За две недели поисковиками проделан огромный путь. Обследовано почти 30 тысяч квадратных километров. Условия для поисков, мягко говоря, не лучшие. Повсюду болото, высокие заросли и неровный ландшафт. На след СБ-2 выйти так и не удалось. Но мы нашли новую информацию. Вот. Нашли человека, оленевода, который видел этот самолет. И, как бы, сведя все факты воедино, мы выяснили, что это, похоже, единственный человек, который видел этот самолет. Вот. У нас была даже продумана операция, как мы этого оленевода доставим в район поисков. Но, к сожалению, в связи с тем, что огромная загруженность работы у оленеводов, олени разбрелись, грибов много, олени расползлись от моря до камня. Вот. Замп оленеводцев нам не разрешил. Зимой спецоперация по обнаружению самолета и тел летчиков продолжится. Район поисков, благодаря информации оленевода, сузился до одной небольшой линии. К слову, в этих местах со времен Великой Отечественной уже найдены обломки пяти военных самолетов. Часто здесь встречаются и отработанные элементы ракетоносителей. Впечатление их, конечно же, море. Для Алексея Бажукова масштабная экспедиция стала первой. Первой, чуть ли не последней. Когда их беспилотник сдерялся в тундре, мужчина отправился на поиски. Но через несколько часов искать пришлось уже самого Алексея. В самый неподходящий момент сели Бадреки в GPS. Участник экспедиции почти сутки провел в незнакомой ему местности. Я понимал ориентировочно в каком квадрате и какое направление у нас было. Я понимал, что для меня основным ориентиром является река Веселая. Река Веселая – это в нее впадает ручей, который протекает мимо нашего лагеря. Когда нужный ему ручей был найден, Алексей услышал шум вертолета. И только тогда появилась паника. Он подумал, что улетят без него. Что-то меня вот екнуло. Я вспомнил, что у меня есть рация. Я ее включил. И тут шипение, сигнал и разрывной крик Андрея «Леха, ты жив?» И все. И потом уже по рации я начал координировать. Лишь потом в вертолете у меня скупая мужская слеза вылилась. Я понимал и осознал, какая ситуация возникла на самом деле. Но несмотря на ситуацию, Алексей и его команда обязательно продолжат поиски советского бомбардировщика. Следующая экспедиция намечена уже на эту зиму. Как они говорят сами, кто ищет, тот всегда найдет. Олег Хатанзийский, Андрей Котов, Телеканал «Север», Ненецкий, Автономный округ. Такой была информационная картина дня. Следить за информацией вы также можете на нашем сайте. www.trk.sever.ru